Так, все, видео я включил, записываю, начинаем тогда. Ну, давайте договоримся, что если вы хотите что-то спросить, то у кого есть возможность, говорите голосом, а у кого микрофона нет, тогда просто пишите мне в скайпе вопросы, чтобы я устанавливался и отвечал тогда на них. Вот тема сегодняшнего вебинара про люты, собственно, что это, нафига оно, как оно работает, вообще, что это за штука такая. Суть, вообще начнем, давайте, с понятия быстренько лют, там буквально 10 минут теории, чтобы было понятно, кто для чего это придумал и как этим пользоваться. Лют, это в переводе, если расшифровать с английского, look up table, таблица преобразования цветов, соответствия цветов, преобразований, можно по-разному перевести. То есть, это какая-то, ну, не база данных, кривая, матрица какая-то, где хранятся значения цветов входных, и в соответствии с этой табличкой они изменяются и становятся другими. То есть, если представить 2D люты, то они, сейчас я найду, то они выглядят вот так вот, 2D люты. То есть, это обыкновенные кривые, RGB кривые, без ничего сложного, то есть, по сути, те же самые кривые в Photoshop, в After Effects, это тоже по-своему лют, потому что табличка, некая функция, в соответствии с которой изменяется входное значение и превращается в выходное. Ничего сложного. 3D люты – это уже просто трехмерная матрица с огромным набором каких-то значений. То есть, к примеру, там заходит значение 0, 0, 0 по RGB, а преобразовывается, например, в люте в значение 5, 10, 15, к примеру. Их очень может быть много вариантов. То есть, то, что мы настроим, так оно и будет работать. Вот эта вот статья, она очень интересная. Кто знает английский, я сброшу сюда в общий Skype, сможете с ней знакомиться, почитать, как эта штука вся работает. Вообще, люты, если брать по назначению, их существует на три типа. Разделить можно на три отдельных группы. Первая группа лютов – это технические люты, это профили мониторов, вот калибраторы, когда на них вешают и калибруют, вот этот калибратор создает файлик, который потом загружается либо в мониторы, если монитор поддерживает такие профили, либо же в видеокарту. Ну, не в видеокарту, в драйвера видеокарты, точнее. И вот этот файлик – это тоже лют, ICC-профайл. Не знаю, у кого есть профессиональные мониторы, может быть, не раз такое делали. Также технический лют используется в калибровке принтеров, различных всяких печатных устройств. Короче, все, где… любые девайсы, где используется работа с цветом. Второе назначение – это техническое преобразование, скажем так. Первое – это калибровка была, а второе – это техпреобразование. Техпреобразование – это, например, преобразование цветового пространства, например, видеопленки в пространство какого-нибудь пакета, или, например, пространство монитора, еще что-нибудь. То есть, например, из логарифма в линейку, ну, в линейную гамму, или из лога в REC-709. Ну, скажем, техническое назначение. То есть, когда ты работаешь с материалом в композном пакете, у тебя оно в одно в пространстве, а потом тебе нужно, например, его отпечатать для пленки, которую будет потом крутить в кинотеатре, это другое от этого пространства. Ну и третье назначение – это художественное, то, про которое мы сегодня будем в основном говорить. Люты позволяют нам влиять на картинку, менять ее цвет. И самое главное, что это работает как пресет, очень удобно. Создавать можно в разных пакетах и перебрасывать в разные пакеты. Вот. Ну, в принципе, по ходу, я буду еще на каких-то местах останавливаться. Ну, если теоретически, то я думаю, на этой части можно остановиться и переходить к практике. То есть, просто запомните, что лют – это по-английски lookup table, таблица преобразования цветов, соответствия цветов либо преобразования. Представляет из себя некую матрицу, в соответствии с которой входные значения изменяются и выходят уже немножко измененные. Самым простым примером люта… Может быть, сейчас я открою файлик. Как его можно использовать? Сейчас так, неинтересно. Сейчас, light balance. Вот эта вот штука. Вот. У нас слева, например, есть картинка с неправильным балансом белого заваленного. А справа нормально отбалансированная картинка. Для того, чтобы привести ее в нормальный вид, мы пользуемся кривыми, с ней все в порядке. Ну, мы ее выровняем, все будет как надо. И вот эта вот кривая, это тоже будет по-своему лютым таблицей преобразования цветов. Но вот есть такая замечательная фишка, как круто балансить. Я говорил, что баланс белого, еще расскажу заодно. Фишку такую, просто типс и трикс. Как круто балансить такое синее изображение, либо наоборот, слишком теплое. Вот. Такую картинку в After Effects обычно очень тяжело балансить, потому что... Сейчас я заброшу. Что показать? Здесь. У нас есть изображение, и очень тяжело взять, просто кривыми ее. Вот я подвину, чтобы только эту часть видеть. меня нормально слышно, а то вы все молчите. Что-то никто ничего не пишет. Все здесь вообще, живой паник есть. Да, все хорошо. Ага, понял. Да, ну вы просто иногда подавайте сигнал, понимая, что там живые люди есть. Вот. Это украинство было. Да, не переживай. Окей, договорились. Достаточно тяжело отбалансить, потому что нет особо инструментов контроля того, что происходит. То есть это все происходит, на самом деле, на каком-то таком интуитивном уровне. То есть мы там пытаемся подвигать, посмотреть кривую, то есть белую. Ну, где-то, наверное, вот так. Но это все происходит на интуитивном уровне, и сделать это правильно, ну, по-настоящему, корректно, достаточно тяжело. Можно, но тяжело. Поэтому есть очень простая методика, которая позволяет делать такие штуки. Вот, к примеру, у нас нет референсов, у нас только вот такая корявая штука есть, и все, и больше ничего. Как нам отбалансить такую кривую картинку? Это, в принципе, очень легко. Выбираем, открываем Photoshop. Если мы, например, работаем с видео, то просто мы сохраняем один кадр, ну, например, там, не знаю, в PSD-шку, либо что-нибудь, и открываем его в Photoshop, этот кадр. Если работаем с фоткой, ну, то тогда сразу открываем. Выбираем инструмент пипетка. Только пипетку нам нужно Color Sampler Tool, вот эту вот, с мишенью. Выбираем ее и ищем на изображении, на этой картинке, заведомо белую точку. Что значит заведомо белую? То есть, например, мы сфотографировали снег, но у нас завален баланс белого, и снег стал синеватым. Но мы-то знаем, что в природе снег всегда является белым, и, ну, точно по нему можно балансироваться. То есть, в данном картинке мы знаем, что предположительно белые, что у нас будут? Предположительно белые белки у людей, предположительно белые, ну, относительно белые зубы, хотя я не рекомендую, потому что они обычно желтоватые. Вот, и могу предположить, что на этом изображении у чувака белое поло одето. То есть, он, скорее всего, на самом деле, не голубое, а белое. Чтобы отбаланситься, мы выберем вот здесь одну точку мишень, и вот видите, у нас в разделе инфа вот тут появляется значение вот этой нашей точки, которую мы выбрали. То есть, мы вот все двигаем, двигаем, а вот здесь вот сохранилась мишень. Ну, вот, значение мишени по трем каналам RGB. У нас есть точка белого, и аналогично нужно сделать для черного. Подвиск экран, говорите, да? Так, подождите, сейчас пробуем. Сейчас есть, ожило все. Вот, смотрите, двигаем. А, все, супер. Ура, заработало. Еще раз тогда повторю последний кусочек, чтобы уже точно знали, что все в порядке. Мы ищем самое белое место на экране. Мы знаем, что, скорее всего, его футболка на самом деле была белая, но если вы ее-то снимали, так вы точно будете уверены. Вот, ну, где-нибудь побелее место выбираем, например, где-нибудь. А, ребят, не сказал такую штуку. Вот здесь вот в Sample Size лучше всего делать 3 на 3, а не Point Sample. Point это что значит? Мы возьмем один какое-то значение одного конкретного пикселя. Понятно, что все пиксели немножко разные рядышком. Если мы подвинемся, видно, что там они отличаются, причем-то достаточно серьезно. Чтобы брать какое-то усредненное значение того места, куда вы тыкаете, выбирайте либо 3 на 3, либо 5 на 5. Ну, я обычно 3 на 3 делаю. Вот, ставим сюда мишень, пристреливаемся, чпок, и вот видим, вот здесь вот появляется значение 170, 202, 249. Это значение RGB вот этой точки. Теперь нам нужно сделать то же самое для точки черной. То есть точку белого мы сделали, теперь точку черную. Ну, давайте, например, чтобы не совсем уж черное было, такое примерно черное где-нибудь. Вот тут отстрелимся. Вот у нас появилось второе значение 4, 14, 33. Почему я сделал не полностью в черном? Потому что я поставлю где-нибудь, ну, даже, например, мне кажется, здесь еще одну точку поставлю. А, ну, тут все равно попалось. Все. 5, 12, 25. Представьте, что у нас будет 3 0, если совсем черное, и нам не почему балансировать будет. Нет информации. Нужно, чтобы какие-нибудь значения здесь были. Вот, поэтому вот 4, 14, 33 шикарно. У нас более чем устраивает. Что мы делаем дальше? Сейчас мы будем создавать тот самый лют, который будет балансировать это изображение в нормальной белой. Вот мы открываем кривые, обыкновенные. Ничего сложного. Подходим к точке. Переходим, например, сначала в красный канал. Сейчас поясню просто, что мы будем делать. Нам нужно балансировать, соответственно, все три канала таким образом, чтобы картинка привелась к нормальному балансу белого. Я чаще всего рекомендую балансировать только красный и синий канал, не трогая зеленый. Почему так? Ну, во-первых, чаще всего зеленый верный, потому что... О, еще кто-то у нас добавился. Шикарно. Чаще всего зеленый верный, так как на зеленый больше всего информация отводится в файле всегда на сохранение. Ну и матрица лучше всего понимает зеленый канал. Поэтому лучше всего балансироваться относительно зеленого и его не трогать. И вот вы можете даже здесь посмотреть, даже вот яркий очень пример. Красный у нас 170, зеленый 202 и синий 249. И вот получается зеленый между ними, посередине, в точке белого. В точке черного аналогично он тоже между ними. То есть, ну, он обычно всегда между красным и синим. Понятно, что если мы там будем траву балансировать, то, конечно же, зеленый будет смещен. Но во всех остальных ситуациях обычно он посередине. Выбираем красный канал, первым будем его делать. Подходим вот к этой нашей точке белого, нажимаем, нажимаем Ctrl, зажимаем, и тыкаем вот в это место, где мы выбирали в прошлый раз. Мы видим, что появляется вот такая точка вот здесь вот, на кривой. Эта точка соответствует именно вот этому значению вот здесь. Ну, теперь мы просто тянем за линию таким образом, чтобы вот эта циферка вот здесь вот стала 202, такая же, как у зеленого. Просто тягаем в разные стороны, смотрим. Ага, вот нам надо вверх ищем. 202, 202. Подгоняем, подгоняем, подгоняем. Видите, видите? Вот, есть. Черт, чуть-чуть промазан. Вот, 202. Вот, мы сравняли значение. Теперь то же самое для точки черного. Зажимаем Ctrl, тыкаем в то же самое место. Вот оно получается, сам внизу. Но оно очень-очень-очень близко к низу. Поэтому, наверное, стоит тянуть не за эту точку, ее все-таки удалить лучше, а тянуть вот здесь вот, за эту точку. Потому что совсем уж близкое значение. Так, нам нужно подогнать, чтобы у нас было 14. Вот, подогнали, 14. Так, чуть-чуть подкорректировать. Итого, смотрим. Вот здесь у нас, чуть-чуть назад вернуть. В точке белого, вот здесь сравниваем. Красный 202, зеленый 202. Внизу зеленый 14. Так, поправляем чуть-чуть подвинуть. Заметьте, мы не делаем ничего не интуитивно, не на глаз, а исключительно оперируем данными из кривых. С чем этот метод хорош, что, собственно говоря, даже если человек дальтоник, он все равно сможет нормально балансить с изображением. Так, теперь переходим в синий канал и повторяем операцию здесь. Берем точку, она почти в самом верху у нас находится, поэтому тоже тягаем сразу за край. Опускаем, 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 опускаем. Где-то, где-то вот так вот. Нет, не лучший вариант так тянуть. Так, здесь сейчас поправим сразу же до 14. 14. Так. До 202 надо опустить. Черт, что-то не очень пока получается. Сейчас попробуем. О-о-о, 202. Держаем, смотрим. Сравниваем результат до, после. Ну, скажу, что вот здесь я промахнулся однозначно, потому что здесь майка превратилась скорее в желтую. Значит, это место лучше чуть-чуть вернуть, может, назад даже. Тоже можно подкорректировать, посмотреть. Но, однозначно, нужно сказать, что баланс белого стал более правильным, чем то, что было. Вот. Ну, понятно, мы можем потренироваться, сейчас погонять значения, выбирать какие-нибудь другие места, точки. Сейчас на другой картинке тоже ради интереса проверим эту технологию. Проверим, как хорошо получится. Суть. Как это быстро передать теперь в After Effects то, что мы сделали. Никуда не применяя эти значения, не нажимаем ни на ОК, ничего не делаем. Просто вот здесь вот выбираем вот эту шестереночку, нажимаем Save Preset на рабочий стол и называем Preset 1, короче, Preset 1, Сохранить. Замечательно. Идем в After Effects, вот наша картинка. Здесь тоже кривые, и вот здесь вот есть такая штука, замечательный Open. Нажимаем, идем на рабочий стол, и вот наш сохраненный пресет. Открываем, открыть, хлопыть, все, наши настройки перенеслись в After Effects. Вот, еще раз повторяю, в чем крутой метод? Тем, что мы, имея возможность инструментов вот с этой пипеткой, к сожалению, таких вот мишеней в After Effects поставить нельзя, мы можем очень клево балансить изображение и перенести это в After Effects. Просто вот так вот, буквально одним движением. Вот, то же самое. Один в один, то же самое. Я так всю жизнь балансил. Точно так же. Видосы балансятся так же хорошо, как и изображение. Разницы вообще никакой. Просто ты берешь, не видос закидываешь в Photoshop, а просто из After Effects сохраняешь один кадр, переносишь его просто, балансишь и кидаешь назад. Ну, давайте рассмотрим еще один вариант. Только я покажу пример создания люта. Не таким вот пресетом, как я вам сейчас показал. Сохранить и перенести. А вот самый настоящий лют файл создать. Так, погнали. Ну, это давайте закроем пример. Возьмем у меня еще одна картинка специально заготовленная. Сейчас мы ее возьмем. Вот. Вот такой же яркий, хороший пример. Девочку отбаланшенную мы сразу же убираем, чтобы мы ее не видели. Вставляем только себе заваленный цвет. Так, теперь вместо того, чтобы как в прошлый раз все делать, ну, сначала все аналогично, мы делаем мишень, выставляем. Предположительно, глаза у нее достаточно белые. К нам-нибудь сюда одну поставим точку. Возможно, что у нее стена там должна быть какая-нибудь белая. Сюда точку поставим. И волосы, ну волосы, хрена с два, у нее черные. Я думаю, что тень должна быть черной, на самом деле, вот здесь. Вот она должна быть черной. Так. Все, первый этап точно такой же, как и там. Ничем не отличается. Все, дальше разница начинается в чем? Мы создаем, ну, не вызываем ни кривые, не работаем ни с кривыми, а идем вот сюда, вот, в Adjustment Layers и создаем Adjustment Layers с кривыми, вот, появляется вот такая штука только в кривых, вот и вся разница. Вот такая хрень. Дальше, все то же самое, выбираем красный канал по тому же самому принципу, как мы и работали. Мы здесь нажимаем вот на этот вот палец, чтобы взять значение вот отсюда. Чпок. Вот у нас появляется вот эта точка, так как где у нас там инфа? Почему я инфа не вижу? Инфо. Давайте отлепим инфу. Кривые, чтобы видите, что происходит. Вот наши значения все. Тоже получается красный канал 223, зеленый 189, опускаем до 189. Опускаем, опускаем. Где? Да вот так вот. Так, и соответственно, теперь в точку черного уходим. А вот там сынок что-то негодует. Проснулся нами. Так, давайте выровняем теперь до трех. Ну, соответственно, нужно подогнать. Так, и теперь идем в синий канал. Тыкаем, опять же, что не видно. В смысле, не работает или что? По-моему, все работает, вроде, видео вещается. Все, ок, ну окей, говорите, если что. У меня вроде все работает. Опять же тыкаем в эту точку, проверяем. А, окей, хорошо. И подгоняем. У нас должно быть это значение 189. Подставляем 189. Подогнали. Так, теперь едем сюда. Тыкаем в этой точке. А, ну видно, что это в самом низу находится. Нам нужно чуть-чуть приподнять саму капельку. Так, теперь в красный канал. Давайте здесь подлатаем, что мы здесь наверху не вертели. Смотрим, что получилось. Так, ну пока не очень, потому что у нас перекос в зеленом канале. И это очень ярко видно. Сейчас подлатаем. 189, есть. Так, 192, возвращаем. Смотрим, 1810, 1810, 189, 3, 3, 3. Сравниваем до-после. Вот видите, отбалансированная картинка. Все, отбалансировали ее. Ну, можно еще повыкалываться с зеленым. Там с зеленым поиграть немножко, поровнять. Но в целом я могу сказать, что я доволен. С изображением. Вот, кстати, вот по второй точке, видите, немножко у нас разнится. Согласно второй точке, баланс должен быть вот где-то таким вот. Оп. Вот согласно вот этой точке вот так. Но тоже, по-моему, неплохо. Вот. Вот мы набалансировали лют, себе сделали. Ну как лют, точнее, не лют, мы кривую сделали. Теперь, как сейчас создать лют, чтобы это же перенести в After Effects либо в Premiere. То есть этот способ одинаково хорош как для After Effects, так и для Premiere. После того, как мы это все сделали, мы идем в... Ой, чтобы сейчас вспомнить, куда идти. Подождите, сейчас я быстренько вспомню. А-а-а-а. Крыши я сам забыл. Уже. Так, подождите, по-моему, уже экспорт. А, да, точно. Простите. Export, Color, Lookup, Table. Оп. Открываем. White Balance. Выбираем. High Cache. Это лучше, конечно же. Давайте выберем вариант. Вот это вот, это формат. ICC Profile, так как для монитора, то, что мы говорили, CSP редко используется. Самый ходовой это 3DL и Cube. Ну, мне больше нравится Cube, я его чаще всего использую. Окей. Сохраняем его. Фапочку с материалами. Давайте лучше на рабочий стол быстрее будет. Сохранить. Все, создали. Замечательно. Теперь открываем After Effect. Сейчас сюда закину изображение. Вот оно, наше изображение. Так, опять же, сдвигая, чтобы мы не видели. Готовое. И выбираем эффект в After Effect, который называется Apply Color Lute. Применяем его. Как только мы его применяем, к нам сразу же вываливается вот такая вот табличка. Choose Lute File. Идем на рабочий стол. Выбираем вот этот White Balance Cube. Открываем. Наши настройки. Сейчас он подгрузится. Ну, давай, давай, давай. Очухивайся быстрее. Блин, там долго грузится. О, и наши настройки из Photoshop. Вот они. В одно движение переносятся в After Effect. Все, что мы накрутили. Все, это балансировалось. То же самое можно сделать в Premiere. Сейчас берем, вызываем Premiere. Покажу уже, чтобы показать. Там просто по-другому эффект называется. Аналогичное действие. Новый проект. Окей. Окей. Так. Где у нас тут источник? Закидываем. Вот у нас создался проект. Ну, представим, что мы видео скинули, а не картинку, это значение не имеет. Идем в эффекты. И в эффектах ищем Lumetri. Вот он, Lumetri. Применяем его к видео, к изображению. Пофиг. На самом деле. О, есть то же самое. Сразу же открывается. Аналогичная штука. Убираем файлик. Ждем. Сейчас применится и левая сторона. Вот, она отбалансируется. Ну, понятно. Правая, соответственно, перекосилась, левая отбалансировалась. Вот, собственно говоря, как переносить лют из одного в другое. Теперь. Следующая фишка. Мы сейчас использовали создание этого люта. Использовали лют для баланса. Получения баланса белого. Что, если мы хотим использовать его в художественных целях? Ну, соответственно, вот у нас, например, есть пара клевых ДНГшек. Хороших. Сейчас я поищу. Нет, давайте другую какую-нибудь. Что-нибудь поинтереснее. Ну, вот, по-моему, ничего такая. ДНГшка. Вот мы ее открываем. Эй. Я, по-моему, не открыл. А, да, нажал. Да. Оп, он не начал. Вот. Открыли изображение. Все классно. Но мы хотим сделать какую-нибудь художественную штуку с ним. То же самое. Берем adjustment layer. Например, кривые. Покрутим что-нибудь тут с кривыми. Давайте. Поверьте. Кросс-процесса какого-нибудь. Мы бахнем. Контрастику. Чуть-чуть передадим. Так. Потом создаем еще один adjustment layer. Ой, маску создал. Еще один adjustment layer. Например, hue saturation. Например, мы хотим вот эту вот зону. Вот эту вот перекрасить. Убираем инструмент руку. Тыкаем сюда. Он выбирает. Вот видите, у нас зона появилась. Которая соответствует вот этому цвету. Мы можем ее чуть-чуть подвинуть в какое-нибудь значение. Подзеленить, например. Менее насыщенно сделать. Подтягните чуть-чуть. К примеру. Такой какой-нибудь. Создаем еще какой-нибудь. Color balance, например. Что-нибудь такого сейчас покрутим. Провертим. Тонс в хайлайтах, например. Сюда, сюда. Побольше такого всякого. Вот мы уже можем сравнить. Это изначальное изображение. Это после того, что мы понакрутили. Ну, давайте. Что тут еще такого классного сделать? Фотофильтр давайте примем. Классная штука. Мне нравится. А, нет, сори. Не фотофильтр. Там есть такая замечательная вещь, как gradient map. Вот что. Здесь можно такие клевые штуки делать. Например. Так вот. Будем. Вот такого цвета к какому-нибудь, не знаю. К такому. Так. Твою ж. Простите. Туплю. Накрутили. Такую вещь. Окей. Ну и, соответственно, мы не хотим так сильно влиять на изображение. Делаем чуть-чуть. Там 25%, например. Вот суммарно. Ну, понакрутили что-то вот такое вот в голову пришло. Мы считаем, что это супергениально. Аналогично. Мы теперь берем эту картинку. Ну, то, что мы здесь все накрутили. Чтобы лют экспортировался, эффекты применять нельзя. Можно пользоваться только исключительно adjustment layer. То есть, саму картинку мы ее не трогаем. Никаких эффектов к ней не применяем. Она должна остаться в начальном виде первозданном. И чтобы экспортировать лют, и он правильно сохранился, мы все вот эти вот эффекты применяем только adjustment layer. Больше ничем. Все. Когда все накрутили. Экспорт. Color Lookup Table. Давайте не хаймиджем, чтобы не так долго было. Ну и назовем его LUT2. Сохранить. Идем в After Effects. Открываем эту DNG Эху, которую мы там крутили-вертели. Сейчас она откроется. Ок. Создаем композицию. Вот она наша картиночка. Apply Color LUT. То же самое. LUT2. Опа. Готово. Смотрим. Здесь. И здесь. На что влияет качество люта при экспорте? Хороший вопрос. Смотри. Сейчас покажу, на что влияет. Где тут картинку люта найти? Какую-нибудь трехмерную. В принципе, это и сойдет. Вот смотри. Мы сейчас Cube, использовали который. Это 3D LUT. То есть он выглядит вот так, как матрица. Соответственно, чем выше качество лют. Ну, там самое ключевое слово. Это не high-medium. Это как обычно фотошоперы все. Адобовцы упрощают. Ключевое значение. Это вот это вот. Количество точек. Максимальное может быть. Она же 256. Но не рекомендую никогда в жизни этого не делать. И здесь написано. Grid Points. Это сколько точек в решетке. По одной оси. Соответственно, чем больше у тебя точек по одной оси. Вот в этой решетке. Тем точнее у тебя перенесется цветокор. То есть тем на более мелкие зоны влиять на картинки ты можешь. И так далее. То есть если у вас очень сложная какая-то там, не знаю, цветокор со сложными очень масками, то лучше выбирать повыше качество. Если что-то очень простенькое, то достаточно вот такого мелкого. Там 32 точки экспортируется и все. Короче, количество точек вот в этой вот матрице 3D LUT. Вот что и влияет этот параметр. Так. Вот в After Effects показал. Все это применилось. Аналогично работает в Premiere. Все то же самое. Мы в проект закидываем картиночку. То же самое. По такому же... А, его точно. Простите, не покажи. Я забыл, что Premiere DNG не поддерживает. Ну, короче. Если его конвертнуть в EXR или в TIFF, будет все то же самое. Закинули, применили Lumetri, кинули LUT. Все заработало. Все круто, все понятно. Вот теперь вы сможете, когда захотите, делать вот такие суперкрутые штуки. В любой момент времени. Так, что еще полезного? Вот смотрите, какой нюанс. Давайте расскажу. Меня просто много раз про это спрашивали. Очень геморройная тема, на самом деле. Вот, очень клевая штука, когда открывается вот эта камера RAW, и ты можешь здесь кучу всяких цветокоров накрутить. Вот, всякие изображения, там. Ну, короче, все, что тебе понравилось, ты можешь здесь понаделать. Тоже куча классных инструментов. Как это потом сохранить? У нас есть возможность, потом Save Settings, вот здесь вот эти значения, сохранить в виде файлика. Они сохраняются в виде XMP, но их можно будет применить только к DNG файлам. То есть вот этот цветокор к любым другим не применяется. Единственный способ это в бридже, Adobe Bridge указать, открывать JPEG и PNG-шки тоже как DNG, и тогда к ним можно будет применить вот этот вот сохраненный пресетик. Но в реале, короче, не рекомендуется пользоваться. Такой не очень способ полезный. Так, ну теперь поехали ко всяким крутым штукам, как создавать классные всякие люты. Покажу, в чем принцип, как это все работает. То есть вот, например, Daimki. У нас, например, есть изображение, вот такое. А, сори, не добавил его. Вот, к примеру, Daimki. Вот у нас такая деваха. Вот, что такое лют? Ну, к примеру, у меня есть пару клевых лютов, которые я люблю использовать уже с снятыми видео. Что они мне позволяют делать? Ну, вот, например, у меня есть лютый, который конвертит сразу же уже в какие-то готовые пресеты. Картинку. То есть очень всяких много-много разных готовых, жирных таких штук, типа киношных. которые дают разные оттенки, всякие разные цветокоры и так далее. К примеру, мы этого не хотим. Мы хотим наваять свой лют и применить его, например, в After Effects либо в Premiere. Что-нибудь такое очень клевое. Ну, давайте хотим мы для начала подправить красный, к примеру. Сейчас откинуло по-быстрому. Сейчас покажу, как это работает. Там все жилые, все в порядке. Тишина такая. Может, тоже никому не интересно. Все уши. Сейчас пока, смотри, никого не вижу где-то. Скайп, а, скайп. А, смотрю. Окей, хорошо. Сделали масочку по красному каналу. Например, мы хотим его чуть-чуть сочнее сделать и чуть-чуть сместить. Например, в такой, в более... в розоватый, например. Потом сделаем еще какой-нибудь общий цветокор по тени в холодный уведем, например. Как сейчас модненько очень. Тени в холодный. А верха, наоборот, в более теплый уведем. Так, следующие ноды и подправим. Сейчас чуть-чуть. Совсем уже темную точку. Сейчас, секунду, одну. Сейчас, следующую ноду. Точку черного подправим. Ну, вот, вот, к примеру, что-то типа такого. Кошу чуть-чуть еще сейчас подкрутим. Сейчас, пару секунд. Подправлю эти косяки. Ой. Вот, например, вот так. Вот, короче, первоначальная картинка, которая была отснята. И вот такую штуку мы из нее накрутили. Ну, к примеру. Понятно, что можно даже, наверное, так, что ли. Более художественно. Слишком хардкорно, конечно. Более художественно. Типа. Вот. Экспортируем лед. Generate 3D-люд. Тоже его сохраняем на рабочий стол. Называем его лед 3. Save. Сейчас покажу еще разные штуки. Всякие. Так, заходим сюда. Открываем. Открываем. Открываем шот. Ок. Кидаем его на линейку. Применяем к нему лед. И ба-бах. Все. Готово. Вот. Вот такая, короче, клевая вещь. Лютый, которую можно покрутить в DaVinci, переносить из одного места в другое. Применять в премьере где угодно. Вот еще хороший пример, который я хотел привести. Как это работает технически еще. Не только. Художественно. Так, где-то здесь шот был снятый на XR. С HDR-ками аналогичные штуки работают. Ну, вот эта HDR-ка, соответственно, мы тоже самое можем все покрутить, вертиль для нее переносить. Так, сейчас. Профигуют. А, вот, нашел, нашел. Так, а что ж ты не видишь-то? Странно. почему-то не хочет видеть изображение одно. Тут снятый на камеру Ари. Все логи, соответственно, материал. Я хотел показать вот как... А-а-а! Все понятно. Файл побит. Черт. А-а-а! Печанка. Печанка. Так, ладно, сейчас что-нибудь другое покажем. Ну, это пример битности. Вы что ж умолчите, люди, ответьте мне что-нибудь. Вы там живые все? Какие-то вопросы есть? Все ли понятно? Я поясняю. А-а-а! 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 Что ты имеешь ввиду по словам разобрать? Посмотреть, из чего они состоят? В смысле? как их достигли или что? Ну, то есть, есть просто очень много... А-а! Понял. Нет, к сожалению, этого сделать нельзя. Ты можешь просто понять, как это все работает. Очень много туториалов по тому, как создаются люты, вообще всяких таких штук крутых. Вот очень крутой сайт. Настоятельно его рекомендую, Color Grading Central. Тут очень хорошие туториалы. У них вот продаются вот эти вот люты, в том числе, которые я вам только что показывал. Сейчас подгрузится. Вот эти Osiris. Вот мы их только что смотрели. И тут очень много рассказывается про то, как оценивать изображение, как с ним работать, как получать. Ну, то есть, вот, соответственно, суть процесса. Например, у нас что-то наснято на определенную камеру. Мы, вот, например, Arilog C. Мы его конвертируем в обычный лог при помощи опять же люта. Мы сами над этим не заморачиваемся. И применяем какой-нибудь пресетик, который они уже наваяли. И получаем супер такую крутую жирную картинку. То есть, все это очень подробно расписано. Рекомендую это повтыкать, почитать. Очень полезная вещь. Вот эта вещь. Я ее все время пользуюсь. Она позволяет симулировать, позволяет симулировать сейчас попытаюсь пояснить какую штуку пленку. Ну, короче, представьте, весь сам процесс съемки. Она берет, например, ситуацию, что мы как будто бы снимали на пленку кодек такой-то, потом отпринтили на определенный тип, проявили в негатив, из негатива проявили на пленку, которая будет показываться в кинотеатре, и все это оставляет свой такой след офигенный киношный на цветокоре. И вы получаете очень классное изображение. В принципе, можно разобрать пример того, как этим пользоваться. Вот, самое простое, вот если просто уже показать, как я обычно работаю с изображением, вот, например, до Винчи, возьмем другой шот, вот этот мне нравится еще этот медиапол, сейчас, секунду, добавим сюда, вот, например, такая у нас еще есть девочка, давайте что-нибудь по цветокоре, я покажу, как можно круто обработать видео, чтобы оно выглядело по-настоящему, по-настоящему, ну так, по-киношному, короче. Ну, первично, нужно привести все к какому-то балансу хорошему, хотя тут, судя по всему, не так уже очень хороший баланс, но мы проверим. Сейчас включим видеосколп, посмотрим, как это все выглядит. Так, ну, в принципе, вверх только задран, вот мы видим, что здесь все уходит внизу, все хорошо. Тогда, соответственно, давайте отпустим вверха, так, опускаем вверха чуть-чуть, вот, видим, что картинка вернулась назад, потому что было сильно задрано, вот так вот все было. Сейчас вернем. Так, сейчас балансим. Смотрите, в чем суть балансирования белого. Вот в тот пример, когда вы помните, крутили в фотошопе в начале, в бинаре, мы уравнивали значения по красному каналу, по синему, по зеленому, чтобы все циферки были одинаковые. Здесь мы делаем, по сути, то же самое, только мы работаем не цифрами, а визуально. Вот у нас три канала, красный, зеленый, синий, и вот они три вместе наложены. Я пытаюсь одновременно, вот здесь вот три волны, вот смотрите, они двигаются, три волны, красный, синий, зеленый, я пытаюсь их совместить вместе, чтобы все превратилось в белый цвет. Как только я их совмещаю, это значит, что вот в этом месте, вот в этом месте, баланс белого выставлено, вот это место соответствует вот этой вот доске черной. Ну вот, справа экрана, вот правая часть экрана, соответственно, вот эти два ярких пятна, это вот эти рамки, вот одна рамочка, вот она, это вот эта вторая рамочка, вот эта полоса, а вот это весь низ, это все вот эта доска. Как только у меня эти три линии выстраиваются, это означает, что у меня здесь чистый серый цвет, без всяких примесей. Если я сброшу это значение, подтянув в бок, все у меня, видите, расслоилось, баланс белого нарушен, и доска уже ни черта, ни черная. Как только я их совмещу вместе, подгоню, чтобы все было максимально совмещено, я получу хороший баланс белого. Так, чуть-чуть промазать, еще раз. вот, вот так вот, все очень просто, на самом деле, аналогично можно в белом покрутить, но у нас тут так, неплохо, особо каких-то перекосов нету, все замечательно. давайте какой-нибудь цвет этому все продадим интересный, например, отдельно сделаем кожу, ну, вот это стандартная тема, голливудская, в трансформерах, везде, tilt and orange, когда все такое синее, бирюзовое, а кожа остается нормального цвета. Добавляем параллельную ноту, у нас появляется отдельная нота, вот эта нота у нас будет для кожи, мы с кем назовем, а это будет основной цвет, grade, вот, соответственно, все изображение уфигариваем в такой, в холодный такой, жесткий, даже можно сюда подхолодить побольше, вот, но, ой, я не то крутил, надо вот здесь повыкрутить, например, здесь делаем такой вот холодный цвет, все заваливаем, а вот тут сейчас кожу приведем в порядок, убираем кожу, так, вроде ничего, подправляем масочку для кожи, сейчас я быстро, ребята, подождите, маску поправлю, поедем дальше, чтобы покрасивее просто получилось, так, чуть-чуть ее размоем, чтобы почище было маска, вот, и, соответственно, все, что мы накрутили, компенсируем для кожи в обратную сторону, так, тем не менее нравится, лучше гаммы, делаем приятную кожу, можно ей чуть-чуть побольше света придать, к примеру, так, здесь чуть-чуть наоборот, допустим, так, теперь чуть-чуть под выровняем низы, тени точнее, так, чуть-чуть в тенях подправим, ну, например, что-нибудь типа такого, то есть стаккорда после, посветлее только надо сделать, интересно, контраст потерялся, уц, так, 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 Ну вот, например, нам нравится такое изображение, теперь мы просто отсюда сохраняем нюд, сейчас покажу суть Идем сюда, закидываем сюда наш шот Правило номер один, когда вы работаете с видео и с лютом, первым делом нужно убрать шум с картинки Вот видите, она очень шумная во всех трех каналах И этот шум при применении люта будет очень хреново выглядеть Поэтому первым делом убейте шум Я чаще всего пользуюсь плагином Need Video Reduce Noise Он такой самый, наверное, advanced что ли, продвинутый Очень удобный и очень клевый Здесь неплохая зона По ней давайте отобьемся Еще здесь можно попробовать Все-таки тут получше Переходим, проверяем до, после Но неплохо Вот, до и после Я не знаю, хорошо ли видно это на стриме Но реально убивает вообще просто полностью Вот если сравнить Смотрите на руки, на все Вот это было до, это стало после Очень хорошо убирает шум Сейчас можно смело применять лют Не боясь того, что у нас тут жутко поплывут цвета Этот шум весь вылезет и будет очень некрасивый Так, вот наши эти бешеные цифры Да-да-да, именно вон, все правильно Нет Video Reduce Noise, именно этот эффект Вот мы применили лют, который понавертели, понакрутили Дальше я люблю делать Блин, который, конечно, кривой Потому что я бы что-то накручивал Давайте что-нибудь покрасивее возьмем Чтобы на ярком примере какой-нибудь выбрать Но не самый лучший Давай, давай, давай Пусть будет этот, сейчас только я картинку отбалансирую нормально Тише В DaVinci другая, сейчас объясню, да, почему Сейчас пару секунд, подождите Дайте отбалансить Эх, лучше после люта Не дает нормально Вот, чтобы получить прикольный киношный эффект Берем Unsharp Mask Кидаем в конце их штук пять Просто смело вот так вот фигарим И меняем значение радиуса В следующей последовательности 300 150 Я, по-моему, в прошлом вебинаре про эту штуку говорил Если мне память не изменяет 75 И вот здесь сделаем значение не 50 А пятерка, пятерка, пятерка Пятерочка, пятерочка Последний оставляем по умолчанию Вот это дает такой эффект киношного шарпа Что ли, не знаю, как его назвать Вот если сравнить до-после То получается Ну, такая разница То есть, ну, такой Пол-HDR, что ли, эффект Накидывается сверху Это первая штука, которую я делаю Второе Я обычно сверху кидаю скан Настоящей пленки То есть, в интернете, если поискать Могу сейчас Ну, после вебинара Найти информацию Вам сбросить сюда Материал Скан пленки кодек Его закидываешь сюда Прямо в композицию Кладешь сверху На этим слоем По оверлею смешиваешь Делаешь там процентов 20 У тебя прямо поверх этого видоса Появляется настоящее зерно киношное Которое выглядит просто вообще супер Вот Так как сейчас у нас этого зерна нету Можно воспользоваться Замечательным плагином FilmConvertPro Вот Отключить у него тут все Изменения По FilmColor По всему Эти всякие пресетики Сейчас уберем А вот Шум можно оставить Тут очень клевый Шум такой Прямо тоже Как у пленки настоящий То есть Зависит от того Какую пленку Выбираете Меняется шум Это тоже Фактически скан Настоящей пленки Можно Сто процентов Например 60 Оставить Вот Сравним до После Добавляется Такой хороший Нормальный шоу Но конечно же Круче всего Использовать Настоящий Скан с настоящей пленки Еще раз повторю Что после лекции Я тогда Найду ссылочку Скину сюда Так Отвечаю на вопрос По поводу DaVinci Другая картинка Тут есть Такой момент Сейчас я открою Чтоб Было с чем Сравнивать Что не всегда Корректно Переносится маски Это Очень большая Проблема Лютов Иногда Они работают Нормально Иногда Ненормально Вот конкретно Сейчас покажу Пример Предполагаю Что это Из-за того Что мы сделали Маски Параллельными Нодами Вот У нас две Параллельные Ноды И поэтому Цветокор кожи Если отключить Вот он Не перенесся И сравнить То как это Выглядит В After Effects Вот Один в один Проблема в том Что я воспользовался Параллельными Нодами Если бы я Поступил Вот так Вот Сделал эту картинку И следующую Последовательно Поставил И у нее Уже Сделал ключ По коже То она Должна Перенестись Нормально Есть ли Другие Стандарты Для пакетов Цветокора По передаче Какой-либо Информации Нет Только Лютые Лютые Они И в Африке Все только Ими пользуются Большим Чем Сейчас Я покажу Все должно Нормально Сработать Я привык Цветокорить Доинчи Поэтому Я не Заморачиваюсь О том Что Информация Должна быть Правильно Передана Из одного Пакета В другой Соответственно Сейчас Я про это Забыл И не Учел Просто Косяк А сейчас Все должно Перенестись Правильно Сейчас Размою Вот Делаем Все То же Самое Выгоняем Цвет Подправляем Хайлайты Сюда Шинел Сюда Вот Короче Подкрутили Теперь Смотрим Генерируем Люд Называем Его Скин Чтобы Не Прикутать В Луксе Не Чувак К сожалению Лукс Это Как Я не знаю Как Что Это Как Фотошоп С Пойнтом Сравнивать Флукс Это Вообще Ну Такая Детская На самом Деле Парафининка Что Если Ты Хочешь Что То Максимально Близкое Похоже К Довинчи Получить Внутри Афтер Эффекта То Рекомендую Тебе Посмотреть Предыдущий Вебинар Который Мы Тоже В этом Чатике Писали Я Там Рассказывал Про Color Файнис Сейчас Я Быстренько Еще раз Покажу Это Максимально Близкое К тому Что Может Быть Но Еще Колориста Более Или Менее Что То Там Такая Есть Можно Х Неужели Не Сработало Странно Слушай Вот Это Странная Тема Она Должна Была Сработать Да Точно Это Что Значит До Точно Я Сейчас Честно Говоря Удивлен Какого Фига Не Сработало Хорошо Так А если Мы Поступим По Другому Да 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 Про Прошлый Бернер Ага Ага Так Сейчас Проверим Есть Еще Такой Офигенный Инструмент Хью В Хью Мы Выбираем Точку Какую Нибудь Здесь Появляется Такая Тема Если Мы Ее Будем Крутить Вертеть Она Будет Разные Стороны Менять Цвет Сейчас Поднимем Чуть Отстроим Сейчас Парус Проверим Мне уже Само Интересно Стало Должен Работать Чем Я Буквально Пару Дней Назад Это Делал Все Было В Порядке Так Это Сатурейшн Что Что Мы В Кож Не Попали Да Странно Тут Не Хочет Сейчас Странно Что Смазка Не Переносится Если Здесь Посмотреть Если Хотите Хорошу Цветок Горить Учите Да Винчи Серьезно Кстати Да Винчи Бесплатный Спрещать Его Можно На Сайте Blackmagic Поплатная Версия Только Которая С хорошим Шумодавом И С возможностью Работает Со Стереоизображениями Так В большинстве Случаев Это Не Надо Все Остальное Такое Вот Здесь По Такому Принципу Работает Пакет Все Те Же Крутелочки Все Очень Близко К До Винчи Но Не Совсем Так Круто Конечно Как Там Тоже Все Можно Повертеть Покрутить Конечно Не Сравнить То Качество Картинки Которая Получается Там Еще Нюанс Такой Что Мы Работаем С Днг Шками А Днг Шки Они Такие Не Очень Хороше Крутятся По С С М С Тем Же Самым И Вот Лучше Всего Их Например Цветокорить Прямо Здесь Если Мы Посмотрим Ту Жю Экспозицию То Здесь Она Виде Гораздо Корректнее Работает Чем Будем Окрутить Внутри Автор Эффекта Лучше Здесь Заходить Подкручивать Нюансы Потом Уже Работать С Этим Материалом Автор Эффект Даже Чуть Покрутив Заходим Сюда И Картинка Изменилась Сразу Вырубилась Вот Так Что-то Я хотел Показать Еще Полезного Черт Я очень Расстроен Что не Скачался Файл Ари Потому что Я хотел Показать Как выглядит То есть Вообще Влоги Видел Как картинка Снимает Ну там Например Не знаю Кэнеллог Или еще Что-нибудь Как картинка Вообще Выглядит Сейчас Я быстро Найду Вот DaVinci Можете Скачать Disproducts DaVinci Resolve И вот Тут Сейчас Загрузится Вот Здесь Можно Скачать Бесплатно Так Силок Включу А Ну вот Хорошо Вконтакте Зашибись Вот Если Посмотреть Вы можете Видеть Слева Вот В таком Виде Выглядит Картинка Влоги Она Такое Ощущение Как будто Бы Десатурированная Как будто Бы Выцвешшая Такая Вот Для того Чтобы Привести Ее В нормальный Вид Просто Используют Люд Приведение Из Кэнона В Си Лога В обычной Рекс 709 Если Например Посмотреть Здесь До Винчи Здесь Сразу Открываешь Вот 1D Людый Про Который Я Показывал И Вот 3D Людый И Вот Здесь Например Конвертация Canon Лога В Си Неон Canon Лог В Рекс 709 Sony Лог В Рекс 709 Вот Специально Для Ари Алекс Из Лог Ари Алекс Лог Си В Рекс 709 То Если Изначально Материал Приносит Таких Камер То Обычно Она Выглядит Вот Так Очень Блекла Картинка Буквально В Два Нажатия Вы Привращаете В Корректированную Красивую Сразу Ж Просто Блюд Применив Все Сразу Становится На Свои Места Собственно Вот Оказывается Мы уже Целый Час Трендент Я Тражу В Смысле Ну Давайте Наверное Если Есть Какие Вопросы Задайте Еще Раз Я Что Расскажу Какой Немножко Сумбурный Получился Я Хотел На Ари Материале Показать Предлагаю В Следующий Раз Провести Этот Ж Семинар Ну Например Более Развернуто С Какими То Примерами Когда Больше Народов Будет Вот Я Материалы Проверю Чтоб Они Слопудово Работали Еще Всем Крайне Рекомендую Пользоваться Вот Этой Программкой АЕ Не Может Нет Так Это Разные Разные Пакеты АЕ Это Композ И У него Сам Движок Работающий Цветом Сам Ядро Самого Автроэффекта Рядом Не валялось С Да Винчи Да Винчи Это Эталон Вообще Просто Цветокора Я даже Не знаю Что Еще Круще Есть Еще Симилей Скретч Такая Программа Их Там Много На самом деле Цветокорных Но Да Винчи Это Сейчас Вообще Просто Общепризнанный Стандарт В котором Все Фильмы Корректируется В Движке Как правильно Сделать Правильный Оттенок Кожи Бинго Правильный Ответ Правильный Вопрос Для Этого Чтобы Вы Всегда В любой Ситуации Что Бы Не Случилось Могли Круто Цветокорить Материал Покупаете Вот Сейчас Я покажу Что Покупаете Есть Такая Супер Супер Вещь Сейчас Пару Секунд Подождите Ребят Вот Она Покупаете Себе X-Ride Color Passport Либо На крайняк Покупаете Себе Мишень Вот Такую Вот Эти Мишени Стоят Не Очень Дорого Вот Это Уже Стоит Дофига Вот Эта Штука И Перед тем Как Начать Снимать Видео Просто В камеру Показывайте В кадре Вот Эту Табличку Когда У вас В кадре Есть Вот Эта Табличка Вы Например Открываете Дай К примеру Можете Что угодно Открывать Это Я Пример Привожу Здесь Здесь Есть Вот Такая Замечательная Штука Выбираем Решеточку ColorChart Подставляем К тому Месту Которое Там у вас Есть На экране Где-то У вас Решетка Там Есть Нажимаете Здесь На кнопочку Match Сейчас у нас Ничего не будет Все Криво станет Потому что У нас Таблички Нет И Картинка Балансится Идеально Всегда Что бы вы ни делали Что бы у вас Не происходило По этой табличке Все всегда Идеально Балансится Если у вас Такой таблички Нету Или хотите Вы Работаете В автор эффекте Аня Что делать В таком случае Вирусная база Данных Успешно Обновлена Я конечно Хотел бы Тебя Обрадовать Что ее можно Распечатать Но хрен из-за Проблема в том Что Ни один Принтер Не отпечатает Эталонно А тебе же Нужны Эталонные Цвета Понимаешь Прям вот Просто Идеальнейшие Поэтому Лезешь на Ebay И покупаешь Самую дешевую Которую Там найдешь Давай Родной Как она там ColorChart Называется Или что Она там Называется Вот Пожалуйста Ищешь Вот такую Максимально Похожую На настоящую Но это 149 До хрена Ищите Какую Нибудь Реально Короче Они есть Дешевые Если поискать То можно Баксов За 20 Себе Заказать Настоящую О Вот Ребята 10 Покупаете Это же Офигенно Вообще Вот Такую Покупаешь За 10 Долларов И забываешь Про свои Проблемы Навсегда Вообще Что делать Что делать Если ты Не работаешь В Да Винчи Но работаешь В Афтер Эффекте И такая Табличка У тебя Есть Ну Собственно Говоря Все Достаточно Просто Суть В том Что У этой Таблички Сейчас Покажу Вот Чтобы Было Понятно Вот это Вот этот Цвет Кожи Ты можешь Всегда Примерно Сбалансировать Кожу Подогнать Под Ню Это Табличка От Белого К черному Соответственно Если Есть Такая Табличка В кадре Ты Всегда Найдешь Точку Черного Точку Белого И по Тому Методу Который Я показывал В Фотошопе Сохраняешь Один Кадр Перенесишь Фотошоп Одну Мишень Пристреливаешь Сюда Одну Пристреливаешь Сюда Либо Сюда Пофиг Они Все Хороши Выравниваешь Идеальный Баланс Белого Кожа Всегда Вот Здесь Если Есть Такая Крутая Табличка То Тут Вообще Все Клево Тут Можно Менять Температуру Теплее Холоднее В зависимости От того Где Ты Снимаешь Для Улицы Соответственно Более Так В Холодную Уйдет Здесь Более В Теплую Уйдет Для Разных Ситуаций Разные Оттенки Все Что Хочешь Короче Но Эта Штука Дорого Стоит Я бы Зажал Тенька Вот Эту Я бы Купил Тем более Что За Десять Баксов Почему Говори Да Что Делать Если У тебя Нет Ни Таблички Ничего Вообще Нет Снимать Надо И Отбалансироваться Нужно Так Есть Точное Значение Цвета Кожи Под Неделаешь Да 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 Правильно Про Войны Отметка Я Сейчас Покажу Но Не Все Так Просто Нужно Помнить Что Есть Разные Расы Людей Есть Негры Есть Азиаты У них У всех Разные Оттенки Кожи Очень Тяжело Кожу Подгонять Реально Тем более Вы Помните Что Она Относительная Если У вас Холодный Цветокор Вы Не Будете Делать Кожу Как При Теплом Цветокоре То Она Все Равно Должна Быть Оттенком А У Все Равно Должны Быть Влияние От Освещения Просто Должны Быть А В Колор Фонисе Вот Эта Линия Вот Это Вот Она Соответствует Цвету Кожи Вот Мы Видим Что Это Красный Ответвление Это У Нас Ее Пиджак Вот Эта Штука Яркое Ответвление С Таким Плоским Местом Это У Нас Лампа Очень Что В Мажин Т Сюда Что То У Хрени Ткань Висит Ну А Все Остальное Примерно Вот Здесь Находится Вот Ее Кожа Вместе С Тенями На Лице С Волосами С Темной Рукой На Груди Посветлее Пятна Здесь Светло Это Вот Это Вот Она Направлена Сюда По Эту Вектору Вот Это Соответственно Правильная Кожа Если Мы Сейчас Начнем Крутить Оффсет Мастер Оффсет Например Вот Сюда Вот Видите У нас Мы Видим Что Кожа Уползла Она Ближе К Красному Теперь Вот Смотрим Да И Правда Ближе Красному Если Мы Потащим Сюда Вот Мы Видите В ЦА Утащили То Она Как бы Вектор Стремится Но Реально Она Не Отбалансирована То Можно Сюда Увидеть Что Происходит Это Штука Называется Вектор Скоп По Нему Короче Можно Понять Ну И Да Правильно Что Закрашивает Сеткой Под Цвет Это По Моему В Колористе Можно Скинтоны Смотреть Слушайте Я Честно Говорю Не Помню Много Инструментов Которые Позволяют Это Посмотреть Но Опять Нужно Помнить Что Это Относительно Всегда Относительно Так Еще Раз Отвечаю По Поводу Того Как Балансить Если В кадре Нет Черного И белого И мы Не знаем Ну Тут Во-первых Нужно Полагаться На свой Опыт Который Нужно Наработать Вот И На самом Деле Не бывает Почти Никогда Такого Не бывает Чтобы в кадре Не было Чего-то Серого Камень Бетон Пуговицы Какая-то Хрень Какие-то Объекты Ручка Блокнотик Что-то В кадре Есть Обязательно То Что Нейтрального Тона Ну Нейтральное Я имею ввиду Что оно Либо черное Либо серое Либо белое Главное Что оно Никуда Не смещено Вот И Ищите Такие Объекты И по ним Балансируйтесь Но Помните О законах Физики Что если Не знаю Черная Ручка Ну не черная Серая ручка Лежит на красном Столе То Она должна Быть красноватой Потому что Отстала Будет Отружаться Красный Свет И подкрашивать В красный То есть Какие-то Компромиссы Чисто На опыте Выезжать На планшете Эту сетку Показать Не прокатит 99% Что нет Сейчас Поясню Почему Например У нас Планшет Даже Супер Крутой Цветопередачи Например У нас Не знаю Суперэталон На айпад Который Очень круто Показывает Цвета Смотри В чем Ключевая Разница Независимо От того Каким Цветом Светом Извините Каким Светом Ты Светишь На планшет Его Цвет Не будет Меняться Короче Сейчас По русски Попытаюсь Сказать Смотри Если я Буду Светить На эту Табличку На белый Холодным Цветом То он Окрасится В холодный А планшет Свет Не отражает Он его Излучает Ему Похер Какое Вокруг Освещение Холодное Теплое Мы же Пытаемся Балансировать По Отраженному Свету А Планшет Излучаем Поэтому Чуваки Отжалейте 10 баксов Купите себе Светочку И забудьте На всякий Вечный Пробаланс Белого Просто И все Ну это Такой Самый Так Я вот Тут Проворонил Вопрос Отманки Мога Если Людь Закинуть В Excel За что Отвечает Каждый Столбец Это Матрица Я же Тебе Говорю То есть Представь Себе Что У тебя Есть Три Оси Где Картинка У тебя Есть Три Оси И У тебя В этом Массиве Данных Всегда Есть Три Значения Вот Они У любой Точки Есть Три Значения Три Координаты Как в школе Е-мое Стереометрия То же самое Даже на стереометрии Геометрия Вот это вот Каждая точка У нее есть Три координата Координата Одна соответствует Красному Вторая соответствует Синю Одна соответствует Голубому То есть В зависимости От того Как у тебя Настроен Люд Как Ну если представить Это в трехмерном Виде Что такое Люд То это Как бы Искажение Вот этого Кубика Как будто С одной стороны Его Вдавил Тут Например Вытянул Тут Как-то Его там В пузырь Такой Еще Где-то Здесь Вмятинка Здесь Наоборот Куда-то Или перекосило В какой-то Такую В ромбовидную форму Еще что-то Вот по сути Что такое Изменение Цвета Люд То есть Вот у тебя Входное Значение Это Идеальный Квадрат С идеальными Сторонами С ним Все хорошо Но Вот эта Трехмерная Матрица За счет Этих Координат Меняет Форму Этого Кубика В некое Другое Пространство Вот если Вы наберете Есть очень Хорошие Примеры Из 3D Люд Если Зайти В картинки Где-то Здесь Есть Вот Офигенный Просто Пример Это Вот был Обычный Кубик Вот Такой Вот Его Загнали В люд И вот Эта Матрица Она Так Вот Искажена Она Как бы Меняет Это Пространство Чуть Меняется Вот Собственно Говоря И все Такую Штуку Превращается Вот Тоже Вот Очень Хороший Пример Того Как Меняется Пространство Чуть Подгибает В каких Местах Это Что Ну То есть Визуализированные Люди Скажем Так Так Можно Бабки На мастер-класс По посту ИСИНУ 4D Позвать Меня На мастер-класс По посту А что Что именно Интересует И зачем Бабки Я не понял Так Я так могу Рассказать Бабки Тебе зачем Мне Интересно Я могу Поделиться Ну Просто Ты имеешь Что Какую Нибудь Сцену Да Типа Как Собрать Как Она Собирается Разбирается Да То есть Там Мотивация Мотивация Это да Не На самом деле Очень похожа Как раз Тему Которую Ты прямо Спросил Как Знал Что называется Я сейчас Такую же Тему Готовлю Для своих Ребят На работе И как раз Проект Который Я разберу Я его Просто Потом Возьму И вам Тоже Расскажу Чтобы Меньше Готовиться К нему Было Какие Еще Остались Вопросы Какие Остались Непонимания Что Такой Люд Как Он Работает Ну Хотя Бы Самое Главное Все Поняли Важность Этой Штуки Поняли Все Нафига Она Нужна Что На самом Деле Важная Вещь Она Позволяет Очень Много Чего Избежать Быстро Накрутить Нарулить Ну Я рад Что Все Понятно Все Тогда Давайте Завершать На сегодня Если Не собирается Больше Народу Тогда В следующий раз По нем Нормально Со всеми остальными Материалами Не как в этот раз Что Почему-то он криво Скачался Я просто Очень хотел показать Как работать С материалом С разных камер То есть там Сари Например Среда Того же Кстати Вот Может В следующий раз Будет Раз Но Рэд Захватить И все Остальное Окей Хорошо Ну Все Всем Спасибо Рад Что Выделили Своё Время Послушали Меня Пока Пока Все Запись Останавливаем